В христианском мире много реликвий, которые вызывают огромный интерес у верующих и ученых. Но этот артефакт уникален, ведь на нем отпечатлелось прижизненное изображение Спасителя, возникшее чудным образом. Христос, умыв лицо, оттерся чистым плотом, убрусом, на котором и отобразился его лик. Первое упоминание о внешности Спасителя можно найти в предании о его нерукотворном образе, которое датировано первыми веками нашей эры. В учении Аддая Апостола в сирийском литературном памятнике рассказывается об Эдесском царе Авгария, страдавшем проказой. Услышав о христе, царь послал к нему своего архивиста Ханнана. Иисус отказался прийти к Авгарю, но обещал после своего вознесения послать к нему ученика, чтобы тот пришел и исцелил его болезнь. Когда же увидел Ханнан архивист, что Иисус так ему сказал, то поскольку он был живописцем царя, он взял и нарисовал образ Иисуса лучшими красками и принес его с собой Авгарю-царю, господину своему. Когда увидел Авгарь-царь образ этот, принял его с великой радостью и поместил с великой почестью в одном из покоев дворца своего. Другой вариант той же истории содержится в греческих деяниях Фаддея 6-7 века. Здесь говорится о том, что Анания, Ханнан, посланный Авгарем к спасителю, для того, чтобы написать его портрет, не смог этого сделать, хотя и вглядывался пристально в лицо Христа. Тогда спаситель умыл лицо и вытер его платом, и тотчас его лик отпечатался на ткани, получив плат из рук Анани и поклонившись святыне Авгарь тотчас исцелился. Итак, в сирийском литературном памятнике говорится о портрете, написанном с натуры, в греческом – о нерукотворном образе. В обоих случаях, однако, речь идет о прижизненном портрете Христа. Правда, существует еще прижизненное изображение Христа, нерукотворный образ Вероники. Он якобы возник, когда Христа вели на Голгофу, и с лица его лился кровавый пот. Одна из женщин сняла со своей головы платок и дала его Христу, чтобы он отер лицо. На платке тотчас отпечатлилось лицо спасителя в терновом венце. Реликвия, именуемая платом Вероники, ныне хранится в соборе святого Петра в Риме. Некоторые считают, что это и есть подлинный спас нерукотворный. Однако, это совершенно независимая реликвия. На большинстве инокописных версий, плата Вероники, глаза Иисуса закрыты, и черты лица другие, нежели на Эдесском убрусе. Его главу венчает терновый венец, что согласуется с ситуацией рассказа. Но у бруси глаза открыты, тернового венца нет, волосы и борода Иисуса мокрые, что согласуется с рассказом о слуге Авгаря, в котором Иисус вытирает полотенцем после умывания. Да и культ плата Вероники возник относительно поздно, около XII века, поэтому вернемся к куску ткани, который был отправлен в Эдессу. Царь Авгарь, в благодарность за свое чудесное исцеление, повелел набить плат на доску негниющую и установить его над вратами города, убрав оттуда языческого идола. Жители города считали убрус великой святыней. Когда один из правителей после Авгаря вернулся к язычеству, образ пришлось заложить камнями в нише городской стены, чтобы не допустить его поругания. Со временем место это было совершенно забыто. В 544 году, во время осады Эдессы, войсками персидского царя Хазроя, эдесскому епископу Явлалию было дано откровение о местонахождении нерукотворного образа. Разобрав в указанном месте кирпичную кладку, жители увидели не только прекрасно сохранившийся образ, но и отпечаток святого лика на керамике, глиняной доске, закрывавшей святой убрус. Таким образом, сразу возникли две версии изображения. Манделеон на плоте и керамион на плитке. В течение четырех столетий, с 545 по 944 года, нерукотворный образ хранился в Эдессе и был главной святыней города, куда для поклонения ему стекались многочисленные паломники. Судя по историческим свидетельствам, эдесский Манделеон представлял собой изображение на плоте, натянутом на небольшую доску и хранился в закрытом ларце. Молва об образе вышла далеко за пределы Эдессы, и многочисленные копии с него распространялись на востоке и на западе. Иначе чем объяснить тот факт, что епископ Самосаты, которому было поручено привезти Манделеон из Эдессы в Константинополь, должен был выбрать подлинник среди четырех претендентов. Эти копии, по-видимому, и послужили началом традиции изображения нерукотворного образа, так как нет никаких сведений о копировании Манделеона в Константинополе. В 944 году нерукотворный образ был торжественно перенесен из Эдессы в Константинополь. Образ прибыл в византийскую столицу 15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, и был помещен сначала в Лохернском храме. На следующий день образ был торжественно перенесен в храм Святой Софии, а оттуда во дворцовый храм Богородицы Форос, который стал местом его постоянного пребывания на последующие 260 лет. Следы нерукотворного образа теряются после разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 году. Как и многие другие святыни Восточной Церкви, он мог оказаться в руках крестоновцев и быть вывезен из византийской столицы на запад. По другой версии, Манделеон попал в Париж, где хранился до 1793 года и исчез во время Французской революции. По другой, он был вывезен в Рим, где вскоре исчез. Есть еще предположение, что святыня утонула во время ее переправы в Венецию. На этом история нерукотворного образа как будто бы заканчивается. Однако спустя полтора столетия, в 1350-х годах, во владениях французского рыцаря Жофрао де Шарни, нашелся артефакт, известный под именем Туринской плащаницы. Но имеется ли связь между Туринской плащаницей и Эдесским нерукотворным образом? В течение долгого времени такая связь отрицалась, прежде всего на том основании, что на плащанице отпечаталось целиком тело Спасителя, тогда как нерукотворный образ настолько можно судить по его многочисленным спискам, содержал только отпечаток лика Христа. Однако в последние четверти 20-го века целый ряд ученых пришел к выводу, что Туринская плащаница и Эдесский убрус – один и тот же объект. Данный вывод был сделан, во-первых, на основании поперечных складок, имеющихся на плащанице. Они свидетельствуют о том, что плащаница скрывалась в 8 раз и в течение длительного времени хранилась в сложенном состоянии. Эдрусский нерукотворный образ вполне мог быть идентичен той части плащаницы, на которой отпечатлелся ли Христа. И именно эта часть сложной плащаницы могла демонстрироваться паломниками, приходившим для поклонения. Образу сначала в Эдессе, а затем в Константинополе. Во-вторых, целый ряд литературных источников свидетельствует о том, что погребальная плащаница Христа до 1204 года находилась в Константинополе. В 1205 году Феодор Ангелос в письме папе Иннокентию III говорит, «Венецианцы поделили между собой сокровища из золота, серебра и слоновой кости, тогда как французы сделали то же самое с мощами святых и самой великой святыней-плащаницей, в которую Государь, Господь наш Иисус Христос был завернут после своей смерти и перед воскресением. Мы знаем, эти святыни хранятся их похитителями в Венеции, во Франции и в других местах, а святая плащаница в Афинах». В-третьих, согласно некоторым источникам, Эдесский Убрус включал изображение не только лика Христа, но и всего его тела. В частности, одна из латинских рукописей X века включает рассказ, относящийся к VIII веку. Здесь, со ссылкой на некого Смеру из Константинополя, говорится о том, что в Эдессе хранилось полотно с изображением всего тела Христа, а не только его лица. Все это дает основания для утверждения о том, что Эдесский нерукотворный образ является тем же самым объектом, который ныне известен под именем Туринской плащаницы. Только сложенным восемь раз. В то же время нельзя исключить и то, что нерукотворный образ и Туринская плащаница – два разных объекта. В Новом Завете упоминаются погребальные пелена Христа и плат, который был во главе Спасителя не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Возможно, что под верхнюю часть плащаницы на лицо Иисуса при его погребении был положен плат, на котором, как и на плащанице, запечатлелся лик Христа. Если, наконец, принять за исторический факт легенду об Афгаре, будь то ее византийский или сирийский вариант, тогда речь может идти еще об одном образе Христа – его прижизненном портрете. Статья, подготовленная Ириной Ерофеевой, называется «Фотография Христа», публикуется в журнале «Загадки истории», номер 32 за 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует...